Методика и месячного образования. Курс 2. Лекция 14. Тема лекций. Контроль как модель управления качеством образовательного процесса и его результата. Объект функции формы измерения и оценки. План лекций. Принципы контролирования успеваемости. Этапы проверки успеваемости. Контроль. Четвертый вопрос. Методы контроля знаний учащихся. Пятый. Оценивание учебных достижений. Цель и задача. Изучить принципы контролирования успеваемости. Второй. Изучить этапы проверки успеваемости. Третий. Изучить виды контроля и методы контроля. Четвертый вопрос. Рассмотреть виды оценивания учебных достижений. Принципы контролирования успеваемости. Контролирование, оценивание знаний, умений. Очень древние компоненты. Педагогическая технология. Возникнув на заре цивилизации, контролирование и оценивание являются непременными спутниками школы, сопровождают ее развитие. Тем не менее, по сей день идут жаркие споры о смысле оценивания его технологии. Важнейшими принципами контролирования обученности и успеваемости учащихся, как одного из главных компонентов качества образования, являются объективность, систематичность, наглядность. Объективность заключается в научно обоснованном содержании контроля, контрольных заданий, вопросов, равном дружескому отношению педагога ко всем обучаемым, точным, адекватным установленным критериям оценивания знаний и умений. Практически, объективность контролирующих, или, как часто говорят в последнее время, диагностических процедур, означает, что выставленные оценки совпадают независимо от методов и средств контролирования педагогов. Принцип систематичности требует комплексного подхода к проведению диагностирования, при котором формы, методы и средства контролирования проверки и оценивания используются в тесной взаимосвязи и единстве подчиняются одной цели. Принцип наглядности требует комплексного подхода к проведению диагностирования, при котором различные формы, методы и средства контролирования проверки и оценивания используются в тесной взаимосвязи и единстве подчиняются одной цели. Принцип наглядности классности также заключается в проведении открытых испытаний всех обучаемых по одним и тем же критериям. Принцип классности требует также оглашения мотивации оценок. Оценка – это ориентир, по которому обучаемые судят об эталонных требованиях к ним, а также об эффективности педагога. Требование принципа систематичности состоит в необходимости проведения диагностического контролирования на всех этапах дидактического процесса, от начального восприятия знаний до их практического применения. Систематичность заключается в том, что регулярно диагностированию подвергаются все обучаемые с первого до последнего дня пребывания в учебном заведении. Этапы проверки успеваемости Диагностировать, контролировать, проверять и оценивать знания и умения учащихся нужно в той логической последовательности, какой проводится их изучение. Первым звеном в системе проверки следует считать предварительное выявление уровня знаний обучаемых. Как правило, оно осуществляется в начале учебного года, чтобы определить знания учащихся важнейших узловых элементов курса предшествующего учебного года. Предварительная оценка сочетается с так называемым компенсационным реабилитационным обучением, направленным на устроение пробелов в знаниях и умениях. Такая проверка возможна и уместна не только в начале учебного года, но и в середине, когда начинается изучение нового раздела или курса. Вторым звеном проверки знаний является их текущая проверка в процессе усвоения каждой изучаемой темы. Главная функция текущей проверки – обучающие. Методы и формы такой проверки могут быть различными. Они зависят от таких факторов, как содержание учебного материала, его сложность, возраст и уровень подготовки обучаемых, уровень и цель обучения конкретных условий. Третьим звеном проверки знаний и умений является повторная проверка, которая, как и текущая, должна быть тематической. Параллельно с изучением нового материала, учащиеся повторяют изученный ранее материал. Повторная проверка способствует упрочению знаний, но не дает возможность характеризовать динамику учебной работы, диагностировать уровень прочности усвоения. Надлежащий эффект такая проверка дает лишь при сочетании с другими видами и методами диагностирования. Четвертое звено в системе периодическая проверка знаний и умений, обучаемых по целому разделу или значительной теме курса. Цель такой проверки – диагностирование качества усвоения учащимися взаимосвязей между структурными элементами учебного материала, изучавшимися в разных частях курса. Главные функции периодической пятерки – проверки систематизации и обобщения. Пятым звеном в организации проверки является итоговая проверка и учет знаний, умений, обучаемых, приобретенных ими на всех этапах дидактического процесса. Итоговый учет успеваемости проводится в конце каждой четверти и по завершению учебного года. Специальным видом является комплексная проверка. С ее помощью диагностируется способность обучаемых применять полученные при изучении различных учебных предметов знаний и умений для решения практических задач. Главная функция комплексной проверки – диагностирование качества реализации межпредметных связей. Практическим критерием комплексной проверки чаще всего выступает способность обучаемых объяснять явления, процессы, события, опираясь на комплекс сведений, подчеркнутых из всех изученных предметов. В последнее время вместо традиционного понятия контроль, кроме уже упоминавшейся понятия диагностика, все чаще используется понятие мониторинг. Под мониторингом в системе педагог обучающийся понимает совокупность контролирующих, диагностирующих мероприятий, обусловленных целеполаганием процесса обучения и предусматривающих динамики уровня развития учащенности материала и его корректировку. Иначе говоря, мониторинг – это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в учебном процессе. Однако наиболее часто используется понятие контроля. В педагогике еще нет установившейся подхода к определенной понятии оценка, контроль, проверка, учет и других с ним связанных. Нередко они смешиваются, взаимозамещаются, употребляются то в одинаковом, то в различном значении. Общим родовым понятием выступает слово «контроль», означающее выявление, измерение и оценивание знаний и умений обучаемых. Выявление измерения называется проверкой. Поэтому проверка – это основной компонент контроля, основной дидактической функцией, которая является обеспечение обратной связи между учителем и учащимся, получение педагог объективной информации, степень освоения учебного материала. Своевременное выявление недостатков пробелов знания. Проверка имеет целью определения не только уровня и качества обученности учащихся, но и объема учебного труда последней. Кроме проверки, контроль содержит в себе оценивание как процесс и оценку как результат проверки, наиболее часто в ее формализованном виде отметки. Основой для оценивания успеваемости учащихся и ее формализованном виде учитываются также при этом качественные показатели работы учащихся. Количественные показатели фиксируются преимущественно в баллах или процентах, качественные в оценочных суждениях, типа «хорошо», «удовлетворительные» и т.п. Каждому оценочному суждению приписывается определенный заранее согласованный балл. Очень важно при этом понимать, что оценочным суждением функции контроля на непедагогическом процессе – это контроль неотъемлемой части обучения. В зависимости от функций, которые выполняет контроль в учебном процессе, выделяют три его вида – предварительный, текущий, итоговый. Назначение предварительного контроля состоит в восстановлении исходного уровня разных сторон личности учащегося и прежде всего исходного состояния познавательной деятельности, в первую очередь индивидуального уровня каждого ученика. Сравнение исходного начального уровня обученности с конечным достигнутым позволяет измерить прирост знаний, степень сформирования умений навыков, анализировать динамику и эффективность дидактического процесса, а также делать объективные выводы о вкладе в договорках в обученность учащихся. Важнейшей функцией текущего контроля является функция обратной связи. Обратная связь позволяет преподавателю получить сведения о ходе процесса усвоения каждого учащегося. Текущий контроль необходим для диагностирования хода дидактического процесса, выявления динамики после мемоскопа, сопоставления реально достигнутых и отдельных этапов результатов с законопроектированными. Кроме прогностической функции, текущий контроль и учет знаний умеет стимулировать учебный труд учащихся, способствует своевременному определению пробелов в усвоении материалах, повышению общей продуктивности учебного труда. Обычно текущий контроль осуществляется посредством устного опроса, который все время совершенствуется, педагоги все шире практикуют такие формы, как уплотненные, фронтальные, метафонные и т.д. Методы контроля учащихся. В практике среднего образования используют чаще всего методы текущего и итогового контроля. Устные методы контроля пригодны для непосредственного общения учителя со школьниками на уроке по конкретным изучаемым на данном занятии вопросам. Письменные контрольные работы также могут использоваться для активации самого процесса обучения и помощи учителя, учащихся в обнаружении наиболее слабых мест. Проблема соотношения устных и письменных форм контроля разрешается в большинстве случаев в пользу последних. Считается, что хотя устные контроли больше способствуют выработке, быстрые реакции на вопросы развивают связную речь, но не обеспечивают надлежащую объективность. Письменная проверка обеспечивает более высокую объективность, кроме того способствует развитию логического мышления. Письменный контроль приучает к точности, лаконичности, связанности, изложению мыслей. Оценивание при основном вопросе, как и при контроле, является неточным, как уже было показано выше. Основными недостатками этих методов являются субъективность оценок, непроизводимость, повторимость результата. Эти недостатки приводят к тому, что учитель не всегда может получить реальную и объективную картину учебного вопроса. Основными понятиями оценивания являются критериальные, формативные, суммативные. Суммативное оценивание – это определение уровня сформированности знаний, учебных навыков при завершении изучения блока учебной информации или при завершении определенного уровня обучения. Суммативное обучение – если целью оценивания является подведение итогов обучения для выставления итоговых отметок, сертификации, а также для регистрации динамики продвижения обучения, то оценивание по своей сути является суммативным и называется оценивание обучения. Целью оценивания обучения является суммирование всего объема материала, изученного учеником на конкретный момент. Целью оценивания предусматривает учителей, свободное от формальности, ответственность в предоставлении информации об успеваемости ученика, родителям или опекуналам. Качественное суммативное оценивание в классе предусматривает вовлечение учеников мониторинг собственной успеваемости, понимание и способность учителя четко формулировать перспективы, которым необходимо стремиться, умение учителя использовать разные методы при оценивании деятельности ученика, осуществление учителями отчетных процедур, позволяющих отслеживать обучение каждого ребенка без необходимости письменного фиксирования входа и результатов этого учения, умение учителя находить общий язык с каждым учеником. Также создавать благоприятный психологический климат в процессе оценивания для того, чтобы ученики уверенно и правильно оценивали друг друга, не боялись говорить о своих ошибках, анализировать свои идеи и идеи других учеников. Исследователи установили, что оценка учителя приводит к благоприятному воспитательному эффекту только тогда, когда обучаемый внутренне согласен с ней. У хорошо успевающих школьников совпадение между собственной оценкой и оценкой, которую поставил учитель, бывает в 46%, слабо успевающий – в 11%. Причины необъективности педагогической оценки по поводу процедуры выставления отметок, которые не принято называть контролем или проверкой знаний, навыков, в России замечают, что допускается смещение понятий, таких, как и мы имеем дело с двумя различными процессами. Процессом определения уровня знаний, процессом установления ценностей данного урока. Широко известен ряд типичных субъективных тенденций или ошибок оценивания, широко распространенных которых являются ошибки великодушия, ошибки ореола, ошибки центральной тенденции, ошибки контраста, близости, логические ошибки. Перечисленные субъективные тенденции и оценивания, обучающиеся в социальной психологии, часто называют ошибками бессознательных допусканий всеми людьми. Осознанное преднамеренное искажение оценок следует рассматривать по-другому, как способ стимулирования обучающихся, почему педагог, вынося оценку, должен каждый раз обосновывать ее руководство. Проблемы также для понятия оценка как результат процесса, соотношения оценки и отметки, субъективные тенденции оценивания, способы повышения стимулирующей роли футбольных школ и оценивания. Содержание форм и методов контроля качества образования. Это принципы контролирования успеваемости, этапы проверки успеваемости, функции и виды контроля знаний, методы контроля знаний. Вопросы для закрепления литературы, которые должны использовать при подготовке к лекции.